Магнитогорскую детскую фолк-модерн-группу «Ванечка да Манечка» показали по Первому каналу. Они выступили с одним из своих номеров на старейшем российском шоу «Поле чудес». По возвращении в Магнитогорск участники и руководители коллектива поделились эмоциями от произошедшего с Павлом Берсеневым. Сергей и Марина Маташовы известны как руководители коллектива «Иван да Мария». А вот «Ванечка да Манечка» – это проект такой же направленности, но для детей. Мне всегда мама говорит, слушай, Сереж, посмотри «Поле чудес», там такие ребята выступают, ну классно. А че же вас не зовут? Не поверите. На следующий день звонок с Москвой. Именно детский состав привлек внимание Первого канала. На сцене «Поле чудес» было решено представить песню «Уралочка». Снималось все на раз, без всяких дублей. Все снималось. Я сидела в зрительном зале, и родители сидели в зрительном зале. Мне показалось, что я как на концерте побывала, в таком юмористическом концерте. Чтобы выступление коллектива на шоу смотрелось гармонично, было принято решение сделать участником игры «Поле чудес» художественного руководителя Сергея Маташова. Хоть, к сожалению, победителем он не стал, зато свершилось более важное. «Ванечка да Манечка» заявили о себе на всю страну. Сцена маленькая была, у нас много, 17 человек. И это, как-то скучковались, а там станцевали. Экскурсия по Москве, съемочный процесс, выступления перед камерами на самом крупном канале страны. У каждого участника поездки самые яркие воспоминания свои. Мне запомнился, вот, как барабан вот этот, он очень огромный, что на нем лежало. А еще мне запомнилось, когда вот нам Яковлевич сказал быстро, вот эти конфеты бы все как-то там бросились на них. Ну, короче, было смешно. 17 участников, руководители, родители. Поездка таким большим коллективом до Москвы – удовольствие весьма затратное. Побывать в столице им удалось благодаря спонсорской помощи. Огромное спасибо за поддержку, за ту помощь, которую выделили ребятам, за возможность быть в Москве, сниматься на Первом канале. Конечно, нашему любимому дворцу, руководству, комбинату и администрации города. Павел Бертенев, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.